Всем привет! Сегодня у меня в гостях Катя Завьялова. Катя когда-то училась у меня на курсе ПСТ, было это три года назад, а потом Катя попала в Макинзи, отработала в московском офисе, перевелась во Францию и ушла из Макинзи. И вот сегодня я наконец узнаю, как у Кати дела, как она поработала, как она перевелась и почему ушла. Катя, привет! Привет! Витя, привет! Привет! Очень рада тебя видеть, очень рада, что ты пригласил меня на интервью. С удовольствием тебе сегодня, тебе и нашим слушателям расскажу о своем опыте, об опыте в Макинзи. Наконец-то мы с тобой созвонились! Даже планировали это очень давно и вот наконец случилась возможность. Да, да, планировали даже лично снять интервью в Москве, но текущие реалии... Ну вот расскажи, а ты сейчас не в Москве получается, ты сейчас ведь во Франции, верно? Да, верно. Я сейчас в Париже, я живу здесь последние уже почти полтора года на самом деле, достаточно давно, и из которых где-то около года я уже занимаюсь собственным проектом. Вот, а до этого, соответственно, работала в Макинзи. И у меня был такой нестандартный немного путь в том плане, что я пришла изначально в Макинзи, пришла я к тебе, Витя, на PST готовиться, да, как experienced hire, то есть человек, который был уже с опытом в индустрии. То есть у меня, мне, во-первых, было 27 лет, да, я отработала на тот момент в Марсе, закончила лидерскую программу развития, работала бренд-менеджером где-то около четырех лет. А до этого у меня были еще там разные стажировки, разные там опыты такие более, скажем, такого срочного формата, да, то есть когда это был срочный контракт, тоже в разных компаниях, в разных индустриях, в Ford, Nokian Tires, British American Tobacco, Baltica, походила я по разным компаниям, получала свой опыт, и в Макинзи я пришла уже как человек такой с багажом, с определенным опыта индустриального. У тебя багаж был огромный, вот интересно, почему ты решил вообще в Макинзи идти, когда у тебя такой разнообразный опыт был, просто дополнить еще опыт свой? Ты знаешь, я очень давно хотела в консалтинг, то есть где-то с бакалавриата еще у меня была вот эта вот идея того, что если есть где-то реально интересные проекты и задачи, то скорее всего они будут в большой тройке. И это было неспроста, я, учась в бакалавриате, я пересекалась с действующими консультантами, я много у них расспрашивала там, из чего состоит их работа, и чем больше я с ними общалась, тем больше я понимала, что да, действительно это очень здорово, когда ты можешь делать проекты такого масштаба, которые действительно влияют там на то, как индустрии развиваются, или крупные компании, лидеры рынка и так далее. Но так случилось, что я не прошла отбор после бакалавриата, и так случилось, что я не прошла отбор даже после магистратуры, которую я закончила в Баконе, небезызвестном тебе, Витя, и в Копенгагенской бизнес-школе. И я недооценивала, конечно, вот именно сложность самого отбора. Я думала, что, ну раз я такая молодец, с западным образованием, с хорошим бэкграундом, уже с опытом, там многочисленных стажировок, то, наверное, все получится. И из-за того, что я недооценивала отбор, соответственно, я получала реджекты на разных этапах и не проходила. И в момент, когда я все-таки пришла к пониманию того, что консалтинг неинтересен, это было уже после окончания лидерской программы в Марс, я поняла, что я уже знала, что подойти нужно очень серьезно к подготовке. Да, что красивого резюме с красивыми именами, даже крупными, там, даже с хорошими проектами, недостаточно. Нужно совершенно так переструктурировать свое сознание и настроиться именно на консультантский лад. И, собственно, я проинвестировала достаточно серьезно, там, большое количество усилий в то, чтобы подготовиться, и на третий раз уже получила тот самый заветный оффер. Окей, ты его получила. Я помню, ты действительно, когда мы с тобой встречались, ты занималась прям очень упорно. Ты ведь там, допустим, занималась у меня на PST, потом у нас были какие-то коучинговые сессии, потом у тебя еще был, насколько я помню, ментор из McKinsey, который тебе тоже помогал готовиться. То есть ты прям очень серьезно подошла, прям очень серьезно в этот раз. И пройти получилось. В общем, это круто. Расскажи, что было дальше. Вот ты прошла в McKinsey. Что потом? Дальше я пришла. И такой, ну, наверное, можно сказать уже спойлер. Я считаю, что этот опыт, это было просто там нечто колоссальное, важное, то, что сформировало меня сейчас как профессионала. И могу сказать, что было разное. То есть были сложные очень моменты. Были моменты каких-то прям подъемов, эйфории. Были разные совершенно проекты. И когда я приходила, поскольку я пришла как человек с опытом, то я уже могла даже на самом старте позиционировать себя как специалиста в определенной области. То есть моя практика – это маркетинг and sales, маркетинг и продажи. И мои индустрии – это, соответственно, FMCG. Ну, все B2C, скажем так, индустрии. То есть это я работала в FMCG, ритейл, банкинге, в ритейле много работала. И в медиа. То есть я как бы уже формировала там себе такое некое портфолио, портфолио позиционирования консультанта. Это мне очень помогало искать после окончания очередного проекта, искать следующий проект, потому что, опять же, опыт у меня был достаточно такой сфокусированный. Сфокусированность. То есть ты не скакала с одной индустрии, с одной функции на другую, а более-менее набирала экспертизу. И этой экспертизой пользовалась для того, чтобы идти на новые проекты. Правильно? Да, ведь ты все правильно говоришь. То есть я изначально, придя в McKinsey, уже позиционировала себя как эксперта, как профессионала. Соответственно, грубо говоря, продавая себя на проекты, я рассказывала о том, что я умею, с чем я уже до этого сталкивалась, с какими задачами и какую индустриальную экспертизу я могу привнести в проект. И первый мой проект был в ритейле. Соответственно, там был очень полезен мой опыт в FMCG, потому что это индустрии, которые, естественно, очень сильно пересекаются. И дальше, я думаю, что ты знаешь, как это работает, когда ты находишь свою группу людей, с которой тебе комфортно, интересно, классно работать. Ты дальше стараешься этой группой людей держаться. Это будут несколько партнеров, это будут менеджеры проектов. И, соответственно, обычно это люди, которые делают все-таки проекты более-менее в определенной сфере. И так получилось, что тот партнер, с которым я больше всего работала, это партнер, который делал ритейл-проекты, медиапроекты и ритейл-бэнкинг. У меня был один проект для развития, скажем так. Я сходила в индустрию oil and gas, где делала проект CapEx. Это было интересно, это было что-то принципиально нестандартное для меня, но тоже такое... Но на один раз. Но на один раз. Это был тот самый опыт, после которого я поняла, что как же здорово, что у меня есть экспертиза и концентрация на том, в чем я эксперт, и что я могу приносить... Как же здорово, что я не эксперт в oil and gas. Ну, если бы я была экспертом в oil and gas, возможно, я бы получила бы удовольствие от этого проекта. А так я получила удовольствие от, знаешь, такого упражнения для мозга, когда вот он, вот ты чувствуешь, как твои шестеренки скрипят, потому что твой клиент, твоя команда разговаривает на аббревиатурах, которые ты в принципе никогда в жизни не слышал. И тебе нужно за два дня очень быстренько там в этом во всем разобраться. И я очень хорошо в тот момент поняла ребят, которые приходят на ритейл-проекты первый раз, когда вроде как абсолютно очевидные вещи мы обсуждаем, а людям действительно тяжело вот прям сходу схватить, понять суть. Расскажи о своем самом классном проекте. И что в нем было классного? Ой, они были такие все разные. Знаешь, у меня был один проект, который, наверное, я запомню до конца своей жизни больше всего. Он был в Киеве, он был не в Москве. У меня достаточно высокая была мобильность, то есть я не придерживалась одной локации, с удовольствием ездила. И это ты, кстати, это ты делала благодаря тому, что у тебя была фокусировка, концентрация в маркетинге? Ну, я бы сказала так. Если бы у меня была, конечно, индустриальная специализация металлургии, basic materials и так далее, скорее всего, я бы поездила бы все-таки не по столицам. То есть это были бы все-таки такие достаточно удаленные локации. Поскольку маркетинг and sales обычно это та функция, которая находится в ход-офисе, в головном офисе, то обычно все-таки это большие какие-то крупные города. И вот, в частности, у меня было два проекта подряд в Киеве. Киев мне очень понравился, и киевский офис понравился, поэтому я с удовольствием оставалась там с одного нас на следующий. Слушай, но киевский офис, насколько я помню, он такой маленький, по-моему, на одном этаже там полкрыла. Правильно я помню? Или что-то изменилось там с 2014 года, когда я там был? Он все еще очень маленький, там правда изменилось, они переехали, это был там суперновый офис к моменту, когда я туда попала уже в 2017. То есть офис другой, но он все еще такой же маленький и все еще похож на квартиру с несколькими комнатами, с кухней и с такой очень-очень домашней обстановкой, где все... Из холодильника, в котором все систематизировано там, кладите эмстейки сюда, водички сюда. Да-да-да, все так и осталось, да. И говоря про этот проект, это был очень интересный для меня проект, потому что он был в индустрии, с которой я много сталкивалась, работая в FMCG, с индустрией медиа, но одновременно с этим глубокой экспертизы у меня в нем не было. И проект мы делали с клиентом, который, ну скажем так, это такой индустриально образующий игрок, то есть это очень крупный игрок на рынке медиа. Соответственно, все те идеи, все те вещи, которые мы там делали, они напрямую влияли на медиаиндустрию целой страны. Соответственно, я понимала, что там те решения, которые мы предлагаем, это действительно вот тот самый масштаб консалтинга, который вот я себе представляла, когда хотела прийти в McKinsey. И проект был достаточно сложный в силу того, что, как обычно, у нас было очень мало консультантов и очень мало времени, и было очень много задач, и очень хотелось клиенту действительно сделать проект, который превосходил бы его ожидания. По принципу, по которому живет McKinsey, under promise, but over deliver, то есть не обещай перебор, но доставь тот проект, который будет действительно крутой и качественный, с которым дальше клиент будет доволен, будет его внедрять и так далее. И вот просто сам масштаб проекта мне очень нравился, очень замечательная была команда, работа на уровне SEO и акционеров, то есть тоже, соответственно, такой масштаб личности достаточно серьезный. Плюс креативная индустрия – это дополнительный челлендж для нас, как консультантов, которые в такой очень все-таки бизнес-среде, да, выращенные, то есть нам нужно было прям свою коммуникацию адаптировать под то, как мы с клиентом общаемся, вплоть до того, что одеваться по-другому. Потому что нам клиент сказал, что если вы еще раз в офис придете в пиджаках, друзья, я вас отсюда выставлю, потому что вы пугаете моих сотрудников. И в чем же надо приходить? В говальчик рубашка? Переодеваем футболки, да, становимся более расслабленными и продолжаем работать. Вот, то есть было очень много каких-то нестандартных вещей, которые так или иначе все вот как бы добавляли вот в общее впечатление от проекта. Но проект при этом был по часам очень-очень сильно нагруженный, то есть он был прям сложный для команды. И я могу сказать, что после этого проекта я вышла с ощущением, что это, конечно, может звучать безумно, но что я могу все. То есть я вышла вот просто с чувством, что невозможного в этом мире нет. Если мы сделали то, что мы сделали за тот срок и с тем уровнем качества и проработки, значит, все следующие проекты тоже точно получатся. Окей. А теперь расскажи, пожалуйста, про самый сложный твой проект. Наверное, вот этот, о котором ты рассказала, проект, он был сложный, но расскажи, что вот прям тот, который тяжело тебе дался. Может быть, морально, может быть, физически. Я думаю, что, наверное, здесь будет уместно рассказать про проект как раз в индустрии oil and gas, потому что это действительно то, с чем я никогда в жизни не сталкивалась совершенно. И, то есть мне было уже к тому моменту 28, до этого у меня было 8 лет минимум профессиональной деятельности в совершенно другой сфере. У меня был, слава богу, уже так называемый консалтинговый тулкит. Это то, что это умение рисовать слайды, умение делать модели, да, то есть вот какие-то базовые консультантские навыки, но принципиально новая индустрия. Плюс нужно отметить, да, что я приходила в компанию уже на позицию fellow associate и почти сразу же перешла на позицию associate. То есть associate – это консультант, то есть человек, от которого требуется очень много. То есть это вот такая боевая единица, абсолютно автономная, которая может… Независимая боевая единица, да. Да, 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 которая может общаться с клиентами на уровне SEO на одном языке. И поэтому, конечно, если бы, возможно, я была интерном или, там, аналитиком первого года, я могла бы себе позволить, там, чуть-чуть, так, поучиться, скажем так, в рамках этого проекта. Но здесь я понимала, что мне нужно работать полноценно с первого дня. И было несколько сложных аспектов, был аспект вообще внедрения. Можно я тебя перебью, пока мы не пошли дальше? А как ты вообще попала на этот проект? Ведь ты не специалист в Oil & Gas. Почему тебя заставили на Oil & Gas? Хороший вопрос. Там было, там сошлось два фактора. Фактор первый – это то, что партнер, с которым я работала до этого в индустрии медиа, так совпало, что он еще и работает с Oil & Gas. И, соответственно, он знал меня уже именно как работника, то есть как консультанта, который доставляет нужный результат. А второй аспект – это то, что этот же партнер еще и был моим диджелем. Это Development Group Lead, человек, который отвечает за развитие консультанта, представляет его кейс на комитете по оценке. Ну и в частности он выполнял для меня такую функцию ментора. И он давно мне советовал попробовать что-то принципиально новое относительно моего ключевой зоны экспертизы, чтобы, скажем так, расхлопнуть мое сознание и в целом попробовать действительно вот такой по-настоящему консультантский опыт. И тут сложились три фактора, что появился этот проект, партнер готов был меня на него взять. Я знала, что мне будет полезно сходить на этот проект, который не в ритейле, не в B2C индустриях. И, в общем, я решилась. Как-то так. Ну, то есть ты, в принципе, сама хотела? Или не то, что если даже не хотела, согласилась, думаешь? Я хотела. Ты знаешь, мне очень повезло в том плане, что у меня не было ни одного проекта за те два с половиной года, что я была в McKinsey, на который бы у меня был так называемый forced staffing, то есть куда бы меня заставили прийти против моей воли. То есть всегда это был некий открытый диалог, да, иногда это были какие-то, ну, компромиссные варианты, да, и не хочу рассказывать то, что там пони бегают по радуге, безусловно, но не было такого, чтобы меня отправили на проект, который бы вот я принципиально не хотела. И в случае с этим проектом это была моя воля, то есть в тот момент еще стартовал проект в ритейле, но я команде стаффинга сказала, что нет, я иду сделать, постретчить себя, значит, за новым челленджем, и вот я попробую себя в этой индустрии. Окей, ты пришла в эту новую индустрию, тебя времени на раскачку нет, потому что ты ассоциат, тебе нужно срочно выдавать результат. Что ты делаешь дальше? Дальше я заручаюсь поддержкой менеджера, и там максимально откровенно, это была девушка, там с ней, объясняю ей ситуацию, говорю о том, что смотри, я готова там положить много времени на то, чтобы там много времени, усилий проинвестировать, чтобы быстро вникнуть в тему, но будут аспекты, в которых мне будет нужна твоя помощь и поддержка. Поэтому, то есть мы на берегу договорились еще там во время стаффинга, она прекрасно понимала, как какого человека она берет, да, то есть у нее было желание мне помогать. Более того, я нашла еще ментора в лице одного члена своей команды, то есть девушки, которая уже работала с проектами в Капексе, и, соответственно, она мне могла там просто подсказать быстро какие-то аспекты, вот хотя бы там как аббревиатура расшифровываются, или сказать, где там быстро можно это найти. Я познакомилась, сходила с членами команды R&I, Research Analytics, да, которые именно в этой индустрии фокусируются, потому что с ними я никогда не пересекалась, то есть я им представилась, рассказала, что друзья, отныне я буду к вам приходить часто, мы будем с вами на связи. Вот, и как-то заручившись вот этой вот сетью поддержки, в принципе, первые там недели верифицируя все там свои идеи, пропуская, да, естественно, через сито там менеджера, партнеров там и так далее, потому что понятно, что идеи человека, который не работал в индустрии, они не идут напрямую к клиенту, то есть там есть целый пул людей, которые добавляют ценности. Ну, кажется, мало чьи идеи идут напрямую к клиенту, и там сито работает, даже если ты суперэксперт, все равно есть какое-то обсуждение с партнером, а еще, может быть, с DCS-ом с каким-нибудь там, и потом уже там, когда решили, что несете, тогда несете. Конечно. Но, конечно, в ритейле и там в медиа даже у меня было больше автономности, потому что я понимала, что я, в принципе, могу пойти к клиенту, там провести с ним интервью, и мне не нужно там вопросы для интервью сверять на адекватность со своим менеджером, да. То есть здесь я понимаю, что я могу какие-то там вещи просто упустить, поэтому было больше гораздо гайденса со стороны просто коллег, и это помогло этот проект, собственно, реализовать достаточно успешно. Расскажи, как ты переехала в другой офис? Ведь это очень сложно, многие хотят, мало кому удается. Как ты это сделала? Да, Витя, я сейчас расскажу, но, наверное, это не совсем то, что ты думаешь. Смотри, была какая-то... Я ничего не думаю пока. Работая в московском офисе Макинзи, я познакомилась со своим будущим мужем. Он консультант, он менеджер проектов, и он последние несколько лет в Москве практически не работал, то есть он был на проектах за границей постоянно. Но он в московском офисе числился? В московском офисе, да, но проекты у него были, куда я к нему только не ездила, в гости, от Сан-Франциско до Бангхока. Вот, соответственно, в момент, когда мы обсуждали там наши совместные семейные дальнейшие планы, мы обсудили, что было бы нам здорово попробовать перевестись куда-то на так называемый краткосрочный трансфер, short-term трансфер, который достаточно распространенная практика в рамках там одного года в Макинзи. И чтобы перевестись, должно сложиться несколько, скажем, таких вот факторов. У тебя должен быть достаточно хороший рейтинг и хорошая репутация на своем местном рынке, да, то есть в том офисе, который тебя отправляет. Там должны быть люди, которые тебя будут поддерживать в этой идее, ну, на внутреннем языке это называется даже спонсорами, вот, то есть люди, которые готовы тебе, дать тебе рекомендацию. А в свою очередь на том рынке, на который ты приходишь, должен быть конкретный запрос на человека твоего профиля, вот, прям, ровно на ту самую экспертизу, которая у тебя есть. То есть перевестись, например, мне, как человеку, который работал в ритейле, в FMCG, например, в Нью-Йорк, даже в тот же самый, было бы достаточно сложно, потому что там все-таки финансовые клиенты. То есть всегда, скажем так, количество и распределение проектов в офисе, оно же показывает некое там распределение секторов экономики той самой страны или там того региона, где ты, соответственно, где офис находится. И в Нью-Йорке там в основном финансовые институты, да, там финансовые клиенты, и мне было бы туда просто физически тяжело попасть. А вот в Нью-Джерси, где базируются консультанты, которые работают с FMCG и с ритейлом, я была бы гораздо более релевантной. И, в частности, тут сошлись просто несколько факторов, когда мы смотрели разные офисы и обсуждали, каким образом, куда вообще можно было бы податься, какие бы нам были бы интересные опции. Мы начали, на самом деле, рассматривать США, вот, а потом так сошлись звезды, что в парижском офисе нужен был человек с прям тем профилем, четко тем профилем, который есть у моего мужа. Он специализируется на банках, на рисках в банках. Соответственно, они проактивно сами отправили запрос на не хочет ли он сделать трансфер. И мы, подумав примерно полчаса, решили, что, да, это будет отличная идея. И тут вопрос для меня был, да, о том, что как делаю трансфер я, потому что все-таки не на меня пришел запрос, как на консультанта. Верно, верно. Как же ты делаешь трансфер? Да, да, здесь как бы трансфер нравится там мной непосредственно. И здесь надо сказать, что там были очень хорошие предпосылки с точки зрения того, что действительно моя экспертиза на французском именно рынке была релевантна. И я делала трансфер, то есть договаривалась о трансфере через практику маркетинга и сейлз. То есть я бы перестала быть консультантом-дженералистом и именно бы сфокусировалась на своей основной вот этой зоне экспертизы маркетинга-продажи. И как раз-таки в этой практике были свободные, скажем так, окна, да, то есть вакансии, что называется. Хотя такого понятия редко бывает в консалтинге, обычно там просто всегда есть некий пулк кандидатов, консультантов, которые всегда работают везде. То в нашем случае там действительно у них был определенный нит, и именно поэтому, когда мы с ними обсуждали мой трансфер, там не было никаких проблем именно в том плане, что моя экспертиза тоже подходила для местного рынка. И дальше, что происходило дальше? Дальше наступили некие сложности, или даже как это сказать? Дальше наступили бюрократические реалии, наступили при переезде в Европу. Мой муж, у него европейский паспорт, поэтому он просто переехал и пошел в офис. То есть он из Эстонии, поэтому ему было бы достаточно просто это сделать. В моем случае я запустила, то есть пошла в полноценный миграционный процесс, и так совпало в тот момент во Франции, что очень долго делалось мое разрешение на работу. То есть вид на жительство, разрешение на работу. Здесь он называется tito di sojour, это то же самое, что permesso di sojourno в Италии, ты помнишь? Я понял, я услышал знакомые корни слов. И изначально, когда мы переезжали, то есть был такой план, что у меня будет отпуск, неоплачиваемый отпуск на три месяца, в рамках которого я подтягиваю свой французский очень активно, и, соответственно, стартую работу уже дальше во французском офисе в момент, когда мне выдают мои документы. И план был идеальный, я переехала, на французский пошла, все было в порядке, до тех пор, пока нам не сказали в местной там префектуре, она же квестура в Италии, что там следующий appointment там условно через полгода, а может быть и больше. То есть я поняла, что мы уже переехали, уже все вроде как там было засетаплено, уже муж работает во французском офисе, и я тоже уже формально нахожусь не в России, и не могу выезжать из страны, потому что я нахожусь в миграционном процессе. Но разрешения на работу у меня нет, поэтому вот как есть. И здесь могу сказать, что я безумно благодарна компании, да, там McKinsey, за то, что они полностью там вошли в положение и были готовы ждать столько, сколько нужно. То есть я ушла в неоплачиваемый отпуск, и, ну, как бы ввиду того, что это такие там обстоятельства, которые от меня не зависели, то есть это отпуск, который называется Take Time, и в рамках этого отпуска я уже начала думать, что мне делать, потому что работать я не могу нигде. В Москву я тоже формально не могу вернуться на проекты, чтобы там, например, как-то с комьютом, да, работать, то есть проект здесь, проект там. То есть все возможные варианты были недоступны. Ну и как следствие я подумала о том, что, видимо, настало время стартовать свой собственный проект, потому что более идеального момента, наверное, сложно придумать, жизнь меня просто к нему подталкивает. Окей, ты стала задумываться о том, чтобы делать свой проект. Потом уже, когда наступил момент, когда нужно было выбрать, продолжать заниматься своим проектом или возвращаться в фирму, в момент, когда я уже получила, таки, наконец-то, свое разрешение, да, на работу, я уже в тот момент решила выбрать проект, потому что я увидела, как он развивается, поняла, что мне действительно интересно им заниматься, и уходя, я очень четко понимала, что я могу вернуться. И я даже понимаю, куда я могу вернуться, и более того, я там на связи с французским офисом, в плане, какие у них есть возможности. Я уже несколько пересмотрела свой фокус. У меня, Витя, как и у тебя, passion for education, да, и в McKinsey очень много внутренних функций, которые занимаются там тренингами сотрудников, либо тренингами клиентов. И вот, в частности, большая очень сейчас тема reskilling, да, которая развивается вот на французском рынке очень активно. Я, если бы сейчас возвращалась, я бы пошла бы уже не в маркетинг and sales, я бы уже пошла скорее вот в тему learning. Поэтому, поэтому, да, я очень четко разделяла вот эти вот границы, то есть, как я представляюсь, про что я могу говорить на большой аудитории, про что не могу, и уже вскрыла карты полноценно только в момент, когда заявление об увольнении было написано. Ну, вот еще раз, наверное, как ты думаешь, что тебя подтолкнуло уйти из McKinsey? Казалось бы, вот сейчас ты наконец получил разрешение на работу, бери и работай. Это так круто, там, работать во Франции, в McKinsey, там, и интересные проекты, и зарплата высокая. Тогда как, когда начинаешь свой проект, ничего этого нет. Ничего этого нет. И нет уверенности в том, что что-то... И непонятно, когда наступит. И непонятно, когда наступит. И непонятно, когда наступит. И наступит ли вообще. Ты знаешь, у меня была очень четкая вера, что наступит. И я думаю, что именно она мне помогала в том, чтобы принять это решение. Решение было очень тяжелым. То есть, я не хочу, да, говорить о том, что вот я села, подумала, взвесила все за и против, и решилась. Нет, это было решение, которое далось мне очень тяжело. Я обсуждала его там и со своим психологом, и с коллегами, и с мужем, да, постоянно тоже вот это все обсуждали. И я пришла к пониманию того, что я вижу, как развивается этот проект, и я понимаю, что я в него вложила душу, и что он уже там на самых ранних этапах, я вижу отдачу от него. И я понимаю, сколько всяких есть еще у меня идей, которые мне хотелось бы реализовывать. И я понимала, что я не смогу совмещать. То есть, это просто технически невозможно, что если ты хочешь хорошо работать в консалтинге, даже если ты остаешься в зоне пробона, даже если ты соблюдаешь там все необходимые там рамки, просто не остается даже не времени, а душевных сил на то, чтобы это делать. Времени тоже. Ну, времени тоже, времени тоже, хотя надо сказать, что во французском офисе, конечно, с лайфстайлом в целом культура немного другая, чем в московском. Ежедневного подвига от консультантов не ждут, и, безусловно, это все еще гораздо более долгие часы, чем в среднем в индустрии, но это то, что теоретически по времени можно было бы совмещать. Но именно по уже какому-то погружению вот прям такому было невозможно. И я подумала, то есть... А, кстати, извини, что перебиваю, но вот тут очень интересный момент. Ты говоришь, французский офис отличается от российского. А вот расскажи, чем? Рассказываю. Мне кажется, что... Это, вот давайте так, это мои предположения, потому что, опять же, да, то есть как бы здесь нужно очень глубоко анализировать, чтобы прям четко сказать, но тем не менее, что я вижу, что я наблюдаю. Когда я прихожу в офис McKinsey в Париже в 8 вечера, там нет людей. И там нет людей не потому, что все сидят на клиенте, а потому что просто культура работы, она исторически вот как бы сложившаяся, она несколько другая. То есть проекты обычно чуть длиннее. Люди просто, ну, по своей именно культуре, вот европейской, больше гораздо защищают свое свободное время. Они, естественно, они работают много, да, они работают качественно, но у них очень есть четкое вот это понятие и определение, что вот здесь вот там мое время, здесь уже время там компании, да, где я там работаю на 100%. И да, действительно, есть такой аспект, что часы работы меньше, лайфстайл лучше. Но ведь хочу сказать интересную вещь. Не везде в Европе так. Например, наш любимый Милан с тобой, да, миланский офис Макинзи. Там все хуже. Это, я бы сказала, один из самых таких серьезных офисов по лайфстайлу, то есть самых таких тяжелых лайфстайлов в принципе в мире. Хотя, казалось бы, да, Милан с Парижем рядом вроде, и там европейцы здесь. Кать, ну ты вспомни, как итальянцы часто в Баконе учились. Они там половина дня ходили, кофе пили и лясы точили. Когда можно было просто сесть, заботой там в библиотеке и пойти домой. Но нет. У меня есть подозрения, и, собственно, эти подозрения даже подтверждаются рассказами ребят, кто ездил в миланский офис. Я не работал в миланском офисе. Но то, что рассказывают, то, что, ну, как бы можно было поэффективнее работать просто. Да, да. Я сама тоже не работала в миланском офисе. Я знаю людей, которые... В отличие, извини, в отличие от немцев, которые мало того, что много работают, так они еще и фигачат целый день. И вот реально, вот я помню, как я работал во Франкфурте, я прихожу, я фигачу. Я встаю в 9 утра, я не отвлекаюсь ни на что. Там, может быть, сходить на обед на 20 минут, и выхожу я там типа в 9 вечера. Но я ничего не делал, кроме работы, все это время. В отличие там от того, что я слышу про итальянцев, что они там просто кофе ходят пить и обедают по 2 часа. Да, плотность работы, конечно, гораздо выше. Но из того, что я слышала, я думаю, что, знаешь, везде очень сильно все зависит от конкретной команды, конкретного человека, конкретного менеджера. Вот, я слышала обратно, я слышала, что итальянцы действительно там прям много тоже интенсивно работают. И вспоминая моих одногруппников с магистратуры, у меня были ребята, которые меня совершенно поражали своей работоспособностью. И знаешь что? Они в Макинзе. Поэтому, вспоминая еще вот тех ребят, я могу предположить, что какая-то там есть когорта людей, которых просто культурно скорее они вот за то, чтобы действительно так фигачить день и ночь. В чем я не вижу абсолютно ничего плохого, скажу сразу, да, потому что я сама из той культуры, когда я много интенсивно работала, наверное, просто это для каждого человека как бы свой выбор. То есть, если ты видишь плюсы в том, что ты делаешь, если ты видишь, во что это там транслируется, и эти плюсы, они перевешивают в моменте, да, там на какой-то краткосрочной, да, на долгосрочной перспективе, там, минусы, то почему бы этого не делать? То есть, я не хочу вот себя сейчас представлять, как такого адепта work-life balance. Да я бы в McKinsey бы не пошла, конечно, если бы, если бы изначально я была бы настроена на то, чтобы в пять вечера из офиса уходить. Не в пять, нет, но вот, например, когда я больше всего убеждал, особенно вот у меня с азиатскими командами так было, вот мы вроде как все сделали, там, клиент доволен, сказал, все окей, у нас встреча в шесть вечера в пятницу. И вдруг мы в девять вечера в пятницу решаем, во сколько мы в субботу в девять утра встретимся, чтобы фигачить там еще целый день. А потом партнер еще ставит звонок на двенадцать ночи в воскресенье, чтобы обсудить, как мы там готовимся к следующей неделе. Вот такие вещи, мне кажется, что неадекватны. Здесь это уже просто какая-то неадекватная оценка деятельности. Вот зачем это нужно делать, непонятно. Это уже никакой не импект, это уже просто людям делать нечего дома, значит. Да, я хочу со своей стороны сказать, что я с тобой полностью согласна, да, что как бы естественно то, что ты описал, это какая-то экстремальная совершенно история, которая никому, ну, на самом деле не нужна. Причем в том числе и клиенту. И, на мой взгляд, это как бы культурная тема. Вот как в офисе принято работать, да, так и как бы исторически, да. То есть какую культуру партнеры тоже продвигают исторически, так это влияет и на ребят, которые стажеры, бизнес-аналитики, старшие бизнес-аналитики, консультанты и прочее. И те, например, сейчас инициативы, которые идут в большой тройке, везде, насколько я знаю, которые направлены именно на лайфстайл, они в том числе направлены на работу именно с партнерами и с их мышлением, что то, что они работали там 10 лет назад в формате 24 на 7, это совершенно не обязательно, что это единственный возможный способ работы и единственный возможный эффективный способ работы. И надо сказать, что я вижу определенные сдвиги, там, я уже не в Макинзи, но когда я там была, я видела все-таки определенные культурные сдвиги в позитивную сторону, и меня это радует. Я когда говорила про то, что я скорее за то, ну, не то, что за то, что много работать, а то, что я понимаю, что есть люди, которые адепты, там, работы не с 9 до 6, это люди обычно, которые прям горят своим делом, но до тех пор, пока каждое дело, которое они делают, каждый слайд, он добавляет ценности, я это понимаю. Как только это переходит в разряд, давайте сделаем еще 400 слайдов в аппендиксе, ну, это, конечно, уже не совсем, не совсем по-человечески. Расскажи про французский язык. Вот ты говорила, что ты язык доучивала для того, чтобы выйти работать в Макинзи, но ведь, насколько я знаю, чтобы работать, там, например, во Франции, у тебя язык должен быть просто как у нейтива, то есть даже уровня С2 часто не хватает. Вот ты доучивала язык для того, чтобы просто коммуницировать, не знаю, на улице с людьми, или это действительно для того, чтобы работать на французском, и ты собиралась работать на французском? Да, я собиралась работать на французском. Давай расскажу предысторию. Я учила язык еще со школы, но у меня, конечно, он был, ну, мягко говоря, несвободный, потому что я его не применяла последние лет, там, 5-7 примерно, и я бы сказала так, что у меня был хороший B1 уровень, но не более того. И я прекрасно понимала, что чтобы мне действительно работать со французскими клиентами, мне нужно, как бы, было очень серьезно, интенсивно язык подтянуть. Но есть такой аспект, что ты можешь в школе иностранных языков, да, там, подтянуть его до определенного уровня, но вот этот вот native-like уровень, он наступает только в момент, когда ты действительно начинаешь работать. То есть я столкнулась сама с тем, что, там, я хожу, там, например, занимаюсь в группу C1, но все еще я понимаю, что мне недостаточно его именно для того, чтобы спокойно с клиентами потенциально, да, или там внутри даже фирмы общаться на французском. Это приходит именно с опытом. И надо сказать, что французский офис, он достаточно, он становится чуть более открытый сейчас к тому, чтобы принимать иностранцев. И схема у них адаптации иностранцев следующая. На примере моего мужа могу рассказать, что когда он переводился, у мужа был тоже уровень примерно B1-B2, его отправили на суперинтенсивные курсы такого пансионатного формата на три недели, откуда он практически не выезжал, по 14 часов в день у него были там в разном формате был французский язык. И из этих курсов он вышел уже с таким уровнем, на котором он мог общаться с клиентом. То есть общаться мог, например, слайды рисовать мог уже там через два месяца. И то есть постепенно, постепенно, постепенно он... Слушай, ну казалось бы, рисовать слайды проще, чем общаться. Ты знаешь, мне кажется, что именно на французском языке, на мой взгляд, нет. Я могу гораздо лучше говорить, чем писать. Вот за счёт того, что... За счёт того, что вот эти вот... Вот произношения слов и то, как они пишутся, они настолько не совпадают, это настолько неинтуитивно иногда, что достаточно легко делать какие-то орфографические ошибки, которые выдают в тебе прям, ну, сильные иностранцы. В то время как достаточно быстро говорить без акцента, это, ну, вопрос там месяца, да, при действительно... Но там ведь не только акцент. Тут нужно ещё правильные слова подбирать, правильные шутки, правильные... Я не знаю, правильный культурный код должен быть. Это то, что вот не придёт за три недели никак. Это то, что появляется у человека через несколько лет после того, как он переехал в страну. А до конца не появляется. То есть часто у многих так и видно, что бэкграунд всё равно не нейтива. От этого не уйдёшь. Ну вот могу, опять же, да, на примере моего мужа сказать, что поскольку офис был достаточно открыт, и он единственный кейс... Сейчас во французском офисе есть несколько иностранцев, которые проходили тоже через такой же путь. То есть их перевозили, обучали, и дальше постепенно они уже в рамках работы начинали общаться. И там, когда он только стартовал, например, да, работу, он работал какое-то время в, там, в большей степени на офисных инициативах, там, например, на LOP, letters of proposal, каких-то таких вещах, чтобы влиться, да, в культуру, получше начать говорить. Дальше следующие его проекты были с клиентами очень интернациональными. То есть теми, которые... У которых внутри клиента даже есть микс и французов, и иностранцев. То есть это те проекты, на которых ему было достаточно уже тоже проще, там, переключаться со французского на английский, когда нужно. И только вот третьим этапом сейчас, уже спустя, наверное, год, он работает именно с французскими клиентами на французском языке совершенно спокойно уже в таком полноценном формате, как и французский консультант. Но все равно достаточно быстро. Достаточно быстро для меня эта новость, что Макинза, не Макинза, что вообще консультанты готовы принимать иностранцев без бэкграунда в этой стране и обучать их языку, и потом ставить их перед клиентами. Это интересно и это необычно. Раньше я видел как раз обратное. Да, безусловно так. Но если они видят очень четкую, понятную ценность этого конкретного человека для их рынка, то есть когда экспертиза, ценность экспертизы, допустим, какой-то специализированный, понятный, для них выше, чем ценность того, что человек там суперсвободно говорит на французском языке. Вот в таких случаях действительно они готовы принимать иностранцев. Понятно. Ну да, это логично. Вспоминаю, что когда в московском офисе были иностранцы, там тоже часто людям не хватало даже английского языка и крутой экспертизы, чтобы общаться с клиентами, особенно англоговорящими в Москве. Катя, расскажи про свой проект. Что это такое, что ты там делаешь и куда он движется? Какой у меня план? Во что вливается сейчас мой проект Art of Career? Я почерпнула идеи от GLG и Alpha Sites. Это компании экспертов, которые предоставляют экспертизу в том числе консультантам, которые на проектах не хватает какой-то экспертизы. И они получают эту экспертизу от внешних, соответственно, профессионалов, которые готовы этой экспертизой поделиться. И то информационное поле, в котором это происходит, обычно обсуждают какие-то бизнес-задачи. Я понимаю, что в рамках построения карьеры можно эту модель очень здорово реплицировать, потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что у нас перед глазами нет каких-то примеров ролевых моделей и конкретных каких-то кейсов для того, чтобы понять, как, например, сделать карьеру в той или иной конкретной индустрии или даже компании, если мы верим в то, что мы хотим в конкретную компанию попасть. И я хочу организовать и работаю над этим некую сеть экспертов со всего мира, которые будут точно так же делиться с профессионалами, как со студентами, так и с профессионалами, с молодыми профессионалами, профессионалами с опытом, своим видением и давать некие такие карьерные советы, основанные не на теории, а на очень конкретных таких инсайтах. И сейчас я занимаюсь тем, что собираю, соответственно, базу этих людей. Часть этих людей у меня уже появляются в некоторых моих образовательных продуктах. То есть, например, я запустила несколько курсов. Сейчас запускаю курс по построению международной карьеры. Месяца два назад у меня был курс по международному образованию. И уже туда я внедряю как раз-таки экспертизу не только свою, свой опыт, да, но и других людей. Они каким образом там выступают? Они выступают как коучи, которые занимаются со студентами, или как люди, которые как эксперты дают контент? В настоящий момент это скорее как эксперты, которые дают контент. Но идея как раз-таки вот, опять же, да, по аналогии с альфа-сайтс, это как коучи. Ну, я бы сказала так. Карьерный коучинг и карьерное консультирование это очень разные вещи. Я, поскольку очень погрузилась глубоко в эту тему, я сейчас очень четко вижу, да, что карьерные коучи это люди, которые определяют, в общем, там, твою там базовую систему ценностей, там, то, куда ты хочешь пойти, да. То есть, это, ну, что-то связанное там с лайф-коучингом. Карьерные советы, да, то есть карьерное консультирование это все-таки более такая прикладная вещь, когда у человека есть уже сформированный запрос. То есть, например, я хочу работать в Google в Сан-Франциско, и, например, человек, у которого был такой опыт или есть такой опыт, говорит ему, что смотри, я вижу, какие бывают карьерные треки, которые приводят людей туда, куда ты хочешь. Есть опция через образование, есть опция, там, внутреннего перевода, есть опция виза О1, там, и так далее, да. То есть, именно показывает всю вариативность разных опций. И, в общем, ты видишь будущее платформы как такой, такого множества, такой сети экспертов, которые помогают людям попасть в компанию или индустрию, которую они хотят. То есть, я не знаю, человек хочет попасть в Google в Сан-Франциско, он идет к сотруднику Google в Сан-Франциско, и тот ему дает. Да, да, ведь ты все правильно понял. И здесь я бы, наверное, говорила не только про конкретные компании, но и про индустрию в целом, да. То есть, если человек хочет, например, работать в ТЭК, то, может быть, не обязательно, ну, там, эксперты с Google ему могут помочь, может помочь эксперты с Facebook, из Salesforce, и других компаний тоже. То есть, здесь это такая возможность именно собрать разные мнения, пообщаться с людьми в этой области, и для себя сформировать какой-то действительно такой вот прикладной конкретно тебе карьерный трек с реальными какими-то советами, да, а не с теоретической базой. И аналогичную вещь, я сейчас работаю над запуском аналогичной истории для поступления в зарубежные вузы, потому что что мы сейчас видим, да, что все больше и больше ребят поступают сами, а не через агентства, да, какие-то образовательные, но даже тем, кто поступает сами, все равно нужен некий гайденс, нужно понимание того, как вообще это происходит с какими-то своими там подводными камнями и прочим. И сейчас, поскольку очень много русских студентов уже выехало за границу, у них появился огромный опыт, и по моей практике очень многие готовы искренне, с большим желанием этим опытом делиться с людьми, которые только собираются пройти этот путь, то с точки зрения поступления тоже я бы хотела организовать такую некую сеть менторов, которые будут помогать людям вот именно поступать в зарубежные университеты. То есть я вижу это так, что, например, студент Бакони может помочь там сформировать некий там пакет документов, прочитать мотивационное письмо, подсветить, что действительно важно для этого университета, абитуриенту, который вот еще только планирует поступление. — Прикольная идея. А на каком сейчас ты этапе находишься? — Я нахожусь на… У меня несколько прошло этапов, то есть у меня первый этап — это формирование, скажем, такой некой лояльной базы людей, клиентов потенциальных, и которые сейчас можно измерить в количестве подписчиков соцсетей. У меня есть Инстаграм, в котором около 30 тысяч человек, есть Ютуб, где около 5 тысяч человек, есть Телеграм-канал, и сейчас я уже очень активно занимаюсь именно консультированием и коучингом индивидуальным для того, чтобы собрать и понять все запросы, с которыми вообще люди сталкиваются в рамках как построения карьеры, так и поступления. Вот, и в частности вот в рамках этого проекта я сейчас уже запустила два онлайн-курса, которые один призван людей там, помочь людям самостоятельно подготовиться к поступлению, там условно 20 лекций, с момента вообще как определить университет и как понять, на какую программу идти, до момента уже что делать, когда тебе пришел оффер, куда бежать, как делать визу и прочее, то есть некий такой вот гайденс. И курс, над которым я работаю сейчас, он запущен будет уже через неделю, это курс по построению карьеры международной, и там уже как раз не только я одна, но еще и восемь экспертов из разных совершенно там стран-компаний, Google New York, Facebook London, Sanofi Paris, кто перевелся или переехал через образование, или еще каким-то образом смог профессионально эмигрировать, тоже они делятся своим опытом и рассказывают, какие вообще есть, какое есть пространство вариантов для профессионального развития. — Слушай, круто, звучит интересно. Остается только следить за этим, подписаться на курс и пожелать тебе большой удачи. Кать, ты большая молодец. Спасибо тебе большое, что нашла время созвониться и рассказать про то, как у тебя дела, и как ты построила свою карьеру в McKinsey, а потом стала строить ее дальше в свой собственный проект. — А потом стала стартапером, да. Спасибо, я с большим удовольствием была, да, видеть тебя на интервью, спасибо огромное. Ну что, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на Катю, у нее есть и Инстаграм, и Ютьюб, и Телеграм. У нее есть крутые курсы, учитесь, переезжайте тоже за границу. А еще, если будут вопросы, пишите в комментариях, там искать и вам ответим. Все, всем спасибо, до связи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok